здравствуйте дорогие мои друзья сегодня мы будем с вами рассматривать такой дистрибутив под названием elementary os версия 05 juno многие называют эту операционную систему мака подобной об этом мы разберемся в процессе я считаю что ничего здесь вообще от от операционной системы mac os нет но разве что только док но док сейчас используется практически везде даже панель задач windows 7 и дальше по сути является доком а вообще изначально док появился в с 2 позже появился в операционной системе next ну что ж выбираем язык естественно выбираем русские ищем русские 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 инсталлятор уже визуально знаете товарищи не особо так отличается от убунтовского я даже вам открою секрет данная операционная система является по сути убунтой просто очень сильно хорошо украшены здесь мы видим в инсталляторе уже какие-то такие небольшие баги как-то все это выглядит не очень вот эта шкала видите один пункт второй пункт а вот третий какие-то здесь вот полоски страшного я говорю по-польски нажимаем продолжить загрузить обновление во время установки галочку оставляем тоже нажимаем продолжить если у вас чистый жесткий диск нажимаем просто установить сейчас что я в принципе и сделаю как разбивать обычно жесткий диск при установке linux 1000 роликов я уже сделал в этом я этого показывать не стану нажимаем установить сейчас тут написано записать изменение на диск если вернетесь можно будет что-то еще исправить если продолжить то все кердык товарищи тут традиционно продолжить мы нажимаем тут пишем тест 1 2 3 1 2 3 забавляют знать вот эти товарищи которые пишут убунта говно вот элементарий уэсу тут замечательно просто операционная система вообще от нее кайфую а то что тут инсталлятор такой же самый в принципе и система только оболочкой наверно отличается пакеты обновления здесь все то же самое но со вся соль весь сахар именно в оболочке изначально элементарии распространялись в виде дополнений для убунту это значки курсор и потом всяческие плюшки для файлового менеджера наутилус тут кстати продолжить жмем а вот потом уже они решили стать дистрибутивом то есть та же самая убунту со всеми вот этими плюшками красивостями по своей сути мешанина из разного функционала но почему то все считают что это похоже на мак как человеку который пользовался маком много лет я вам честно скажу что наличие дока серых окон еще ни одну операционную систему в мак не превратил вот тут смотрю думаю блин а чё такой страшненький то инсталлятор ты не картиночек никаких которые рассказывают какая замечательная эта система я не знаю хоть бы анекдоты сюда вставили что такое но тут товарищи я думаю что ничего такого уникального мы не увидим лучше дождаться конца инсталляции уже вернуться к знакомству когда система запустится в полноценном своем состоянии система загрузилась и мы можем познакомиться с ее интерфейс сверху у нас есть панель которая очень подозрительно напоминает такую же панель которая есть в гноме 3 и не зря потому что еще раз повторяюсь графический интерфейс в elementary us это принципе переделанный гном 3 тут у нас кнопка выключения можно настроить учетную запись выйти из системы заблокировать ждущий режим но естественно выключение дальше у нас здесь оповещение присутствует здесь у нас настройка сети здесь у нас настройка звука громкости и если у вас запущен аудиоплеер вы можете здесь перематывать включать и останавливать музыку здесь у нас переключение раскладки клавиатуры принципе она должна быть такая же как и в инде через alt shift совершенно верно дальше здесь у нас как и в гноме 3 присутствует календарь и снова здесь белорусская мова я ничего против белорусской мовы не имею но если я выбрал русскую локализацию какого хрена они мне без спроса суют в календарь белорусскую мову странно видимо у них там какие-то националисты на работу устроились то есть если я хочу чтобы у меня здесь был русский язык мне нужно указывать местоположение российскую федерацию то есть они меня провоцируют врать здесь у нас приложение ну это типа такого аналога меню пуск есть вид значков список тут у нас быстрый поиск что довольно удобно но неудивительно так как он наверное сейчас уже есть везде ну если так то видите есть категории что очень удобно если так просто видимо показываются все программы которые есть в системе если правильно понял давайте включим список аудио видео здесь у нас почему-то в начале показался браузер я думаю блин почему в пункте аудио видео браузер короче здесь у нас приложение видео приложение музыка и приложение камера что за приложение видео видимо очередной клон программы под названием тотем которая когда-то была gnome 2 ну здесь видимо нужно выбрать видео файл а потом все это дело смотреть у меня видео файлы нет управление окон интересная с этой стороны видимо расширить окно с этой стороны закрыть а свернуть как не знаю камера видимо это видеобудка музыка это будет у нас какой-нибудь аудиоплеер прикольный с такими острыми кнопочками типа ай тюнс но как вы понимаете это далеко не и тюнс тут у нас настроечки разные все так вот выглядит довольно просто запихнул сюда музыку должен быть дэн а эквалайзер ведь и есть автоматически ручной в принципе меломану хватит дальше графика просто программа фотографий раф и обычные фото это по ходу программа который позволяет импортировать снимки и при этом еще их и просматривать бедненько я считаю бедненько товарищи интернет почтовый клиент похоже на значок почтового клиента эволюшн скорее всего наверное он в принципе есть так ну естественно свою почту сюда вводить я не буду ну и пип хане это браузер свободное программное обеспечение пишется в рамках проекта gnome если не ошибаюсь и он очень не популярный наверное midori даже еще более популярны чем да господи расширик но твою мать как это неудобно ну давайте хотя посмотрим как он google запустит что-то как-то медленно он это все это делает ну товарищ это же линукс тут есть и опера есть и яндекс есть и хром есть и firefox то есть если вам не нравится этот браузер вы в принципе можете его и не использовать дальше смотрим офис ну есть календарь очень круто офигенный офис программирование видимо писать кофт так здесь у нас системные утилиты видимо менеджер программ или магазин многозадачный вид что-то такая за штука многозадачный вид но это наверное виртуальные рабочие столы можно было как-нибудь и попроще сделать параметры системы терминал и файловый менеджер файловый менеджер у нас выглядит вот так судя по всему какой-то клон наутилус а после смерти гнома 2 и по сути провала третьего гнома я вам честно скажу что большинство современных файловых менеджер и является принципе клоном наутилус 3 и 20 путаю 230 что тут еще есть стандартные снимок экрана и калькулятор честно скажу товарищи как-то не густо совершенно программного обеспечения а ведь вес дистрибутива 1 гигабайт 370 мегабайт что в принципе и немного мы могли бы засунуть что-нибудь поинтереснее посмотрим магазин приложений лежит пакетный менеджер ну что я сомневаюсь что там есть платное программное обеспечение так вот так он выглядит просто кнопочки аудио видео игры интернет наука инженерия система разработка аудио жмем они смотрите тут есть у нас платные программы значит в принципе это является магазином товарищи это магазин ну давайте установим аудасити посмотрим как это работает нажимаем бесплатно и у нас система загружает пакет вы знаете все выглядит очень аккуратненько приятненько но перестаньте сравнивать это с mac os вообще ничем не похоже на mac os парольчик просит я его традиционно 123 делал ничего скачали установили нажимаем открыть запускается запустилась работает слушайте как тут окна то сворачивать их обязательно закрывать не хочу я не хочу я товарищи все все это дело закрывать а есть многозадачный вид и как в гноме мы можем вроде бы а у нас только на другой рабочий стол перекидывать то есть для того чтобы мне переместиться успеет как не а для того чтобы мне раскрыть окна то есть мне здесь сворачивать я как понял их вообще нельзя нужно нажать сюда и допустим на это окно переместиться увидите там на это это как-то нестандартно и неудобно на мой взгляд но как говорится на цвет и вкус или цвет фломастеров ну вы наверное слышали то есть у каждого свой вкус кстати вот такие вот у нас параметры тут у нас настройка приложения рабочего стола уведомлений питания учетной записи интернета то есть видимо можно подключать сюда е-мейл можно подключить фэст мэйл и lastfm не густо рабочий стол какие здесь у нас есть настройки можно менять не скучные обои например вот такие японско-китайские чё я нажал даже ну что обоим должна поменяться или или как еще какая-то картинка не знаю чё она не меняется здесь что-то нажать надо или пик его знает так док панель маленькая очень большая нормальная выявление давление это чё такое я не знаю что такое выявление давления скрывать если можно сделать что она вообще скрываться у нас не будет никак запустили допустим календарь видите она не скрывается в любом случае и здесь у нас зато будет оставаться вот такой вот пространство активные углы многозадачный вид очень удобно смотрите а лучше всего вот этот вот угол многозадачный вид и вот этот вот так удобненько будет то есть вы открыли одну программу вторую третью смотрите если вам нужно с одной программы переместиться на другую вы сюда перемещайте мышь в виртуальной машине что-то у меня не получается это сделать или на угол нажать в с 10 это все просто с активными углами работала здесь видите как-то не получается ну а нажимайте сюда и вы можете закрыть окно там закрыть переместить на другой рабочий стол ну что сказать дистрибутив очень красивый очень простой правда функционал мне кажется очень ограниченный наверное для того чтобы пользователь просто напросто никуда не лез то есть есть у нас меню есть программы минимум настроек есть пакетные менеджеры или магазин приложений где человек просто качает программу и при этом просто работает тут максимум простоты минимум красноглазе ну наличие терминала может вам предоставить красноглазе то есть с помощью пароля root вы можете сломать всю систему к ядрёна матери а потом как и с обычными дебином убунтом ментом трахаться часами знаете кому идеально подойдет эта система установить своей девушке на какой-нибудь ноутбук а лучше всего родителям которым нужно просто залезть в интернет запустить skype вайбер там в одноклассниках посидеть чтобы они там вирусов не нахватали через какие-нибудь тупорылые открытки которые вечно там в одноклассниках присылают как лично для меня система довольно скучно тот же депин у меня вызывает какое-то желание кучи всего настраивать и восхищаться всей этой красотой которую они там сделали а тут вообще две кнопки нажал и все больше ничего нет вообще ничего нет зато можно в поиске чем поискать но я повторяюсь это лично мое мнение вы наверно у меня спросите что вообще нового в дистрибутиве по сравнению с прошлой версии локи сразу говорю начинка вся 1804 пакета они сами не создают внутри живет повторяюсь ubuntu что лично они здесь нового разработали это естественно новый магазин улучшенный файловый менеджер я вам уже показывал его где он малыш то мой родимый в стандартных на системных утилитах вот он но я вам по секрету скажу как и говорил уже в ролике это на утилу ус также здесь они исправили огромное количество багов добавили огромное количество функций которых если честно я здесь не вижу тут вы сами видите как все устроено открываешь плеер видео есть кнопка кнопка стоп и play больше ничего нет открываешь аудио плеер кнопка стоп и play больше ничего нету магазин приложений до скачать удалить мы ничего больше нету браузер вот такой простой вел там строчку на это вот адрес сайта все больше ничего нету то есть и я бы назвал эту система одной кнопки вот как ну что ж на этом заканчиваю данный ролик это было пару слов про элементарий уэс 0 5 джону всем пока спасибо за внимание